Ну, всем привет! Ой, сегодня вообще замечательная погода, в Сеуле 27 градусов жары, и вот сейчас уже чувствуется, когда выходя из метро, что уже начинается эта влажность, блин, все уже, короче, скоро будем, капец, все мокры и так далее. Ну, в общем, куда мы собрались? Наконец-таки мы дождались хорошую погоду, вот, и, блин, немножко такой минус, что мы опять будем подниматься в жару. И, конечно же, это наша плачная ламса, вот, про которую я вам буду постепенно когда подниматься, про нее рассказывать. Мы уже поднимались сюда третий раз. Самое клевое это было, когда мы туда поднимались в апреле, и это был вечер. Мы вообще с такой легкостью поднялись. Потом мы поднялись туда, это было обиденное время, вот тогда, конечно, это было просто жесть. Ну, и сейчас нас, наверное, ждет то же самое. Так что вы пойдете с нами, и это будет очень интересно и завлекательно. Так, ребят, мы сейчас поднялись еще, блин, на пятую долечку, наверное, еще 95. В общем, устали мы, капец, а еще нам идти, идти. Но что я хочу сказать, то что хорошо, что хоть обдувает такой прохладненький ветерок. Вот, по-моему, сейчас мы поднимаемся не 27%, а, блин, все 32%, наверное. То еще капец. И вот, когда я смотрю, давайте я вам покажу, у меня аж горло пересохло. Посмотрите, еще как далеко она, эта башня, вроде близко, а сколько подниматься, это просто капец. В общем, это такая вот первая смотровая, но ее отсюда так особо не видно. Поэтому, может быть, сейчас Коля заснимет, а дальше, конечно, будет красивее. Ну, и там наверху я буду вам все показывать и рассказывать. Главное бы до туда добраться. Да? Ну что, вот мы идем по такой вот большой-большой поле, короче, полянка такая, она вся. Здесь как типа газончик такой маленький. И вот сзади меня прям видно, как люди отдыхают, пикнички у них такие, здесь семья, да, с семьями, друзьями. И это вообще у них очень хорошо развито. Сейчас заметно то, что людей стало все больше и больше, вот потому что карантин тут, фу, пошел на спад. А еще здесь есть вот эти вот лифт, который поднимается. И кабинки, да? Вот. Ну, мы, конечно, ни тем, ни этим не воспользовались. Вот отсюда видно, Коля успели снять, нет? Называется фу. Фуникуляр. Да, вот. Фуникуляр подниматься. Ну, мы решили подняться пешком, как и первый раз. Второй раз мы поднимались на лифте, потому что пешком мы сейчас будем подниматься и показывать вам изначально всю красоту. Потому что здесь я на каждом этапе смотроволи, есть своя красота и свое преимущество. Мне кажется, вообще сюда хоть 3-4-5-6 раз будешь приходить, это очень интересно и клево. Единственное, блин, это капец как жарко. Аж прям в горле пересушивает все. Вы знаете, мне вот эта атмосфера напоминает, когда смотришь вот эти вот фильмы, американские, да? У них прям все это так развито. Пикнички, бургеры, напитки и так далее. Ну что, начинается самая интересная лестница. И я хочу, конечно, посчитать, сколько их до верха, сколько их там штук. Ну, прям боюсь, потому что я не смогу это сделать. А с правой стороны вот здесь стрелочки указаны, как что пройти, где кафе, короче, и так далее. Вот с правой стороны там фуникулер вот эти вот, которые в кабиночке, и вы поднимаетесь. Слевой, может быть? Ну, от меня сейчас справа, если вот так, то слева, да? Да. Ну, короче, и этот, но мы легких путей не ищем и пойдем, так как полезно для здоровья. Фуф, короче, так, я вам сейчас скажу, в среду буквально, который перед праздниками, я взвешивалась, было 62 килограмма. Сейчас, наверное, буду намного меньше, когда я оттуда дойду, и я оттуда еще спущусь в эту жару. Ну что, пойдемте? Пойдемте. Пойдемте. Спускаются-то все такие довольные, клевые. Что? Сейчас мы немножко попьем и дальше пойдем. Сколько мы прошли, я даже не знаю. Ну, в общем, нам еще идти, идти. И этот, я вот смотрю, сами хангурки, да, вот, я даже не удивлюсь, что они здесь по несколько раз, там, не знаю, в месяц приезжают. И так легко прям поднимаются, спускаются. Даже по одному вот здесь вот ходят старички. Вот. В общем, ну, это и для здоровья, конечно, полезно, они вообще же прям за здоровьем хорошо следят. И на нас, наверное, в соли, думаю, тайгу, какие молодые, а столько отдыхают. Через каждую лестницу чуть ли. Вот так, язык на плечах. Ой, блин, ну ветерок выдывает. Короче, наверху будет вообще клево. Стоит подняться. Ну, а что, разве отсюда, посмотрите, вид уже красиво. Да? Красивый вид. Люди вот так, которые спускаются, уже вон сидят, отдыхают. Вот. Ну, сейчас пойдем. Фуф, дальше. Ну что? Мы добрались до первой смотровой, которая более такая высокая. Ну как? Мне кажется, это середина. Середина точки. Вот, и я вам хочу показать то, что, да, карантин пошел асфальтом. То есть все равно везде вот такое вот объявление висит, что уходите в маске и находитесь друг от друга два метра. Друг от друга, чтобы было расстояние. Вот сейчас мы пойдем на смотровую, и вам покажу, какой красивый открывается вид. И это несмотря на то, что еще самая красота нас ждет впереди, на самом верхнем, как вам сказать, пике, да? Уф. Сейчас, короче, впереди у нас шла бабуля с внуком. Блин, ну, наверное, лет 60 с чем-то. Вот 70, прям такая молодец, заряжает прям. И считает с внуком до 10 раз, два, типа, лестницы, да? Ой, ну хоть немножко отреклась. Поднялись уже все, клость. Вот. Что Коля пойдет показывать? Сделал он, как видите, беседки, да? Такая клевенькая. Ну, я не знаю, мы два метра будем друг от друга держаться. Будем ждать, когда он уйдет или что? Все-таки подойдем и посмотрим на эту красоту. Вы в некоторых фотках и там в сторизах видели, да, уже? Как мы снимали. Ну, а теперь мы решили с вами подняться. Прям изначально, как это все начинается. И на самом верху я вам расскажу про эту башню. Вот. Ну, блин, в обед тоже очень красиво. Конечно, сейчас так солнце печет прям. Капец. Посмотрите, какая это красота. Ну, стоит смог прям, да? Воздух такой все равно. Вот, Коля сюда поднимался. Было лето. Май? Утром, да. Было, да. Рано утром поднялся. И воздух, говорит, был почище, конечно. Ну, сейчас-то что уже? После обеда. Поэтому прям видно, что смог стоит. Вот здесь вот, кстати, тоже, когда в прошлый раз были, здесь расстелили такой коврик. И молодая пара сидела, вот, перекусывала. Так что, в принципе, нормально. Если ты достанешь еду и будешь кушать. Ой, как клево. Даже, может быть, я не знаю. Давайте не будем подниматься или что? Пойдем дальше. Нет, наверх надо дойти. Ну, конечно, все, пошлите. Так, вот мы на еще одной остановке для нас. Здесь вот конечная станция Фуникумера. Она сюда уже... Что-то мне... Ну, представляете, какая там жара. Вот мы сейчас поднялись. Вот тоже все-таки мокрый. Но зато, блин, на свежем воздухе и можно где-то остановиться, там водички выпить и так далее. А там, я не знаю, у них нет такого, что по 10 человек заходишь, там и по 5, там. Сколько поместился, короче, за что? А что так люди едут? Прилипшие. Короче, меня радует, что мы уже почти поднялись. Вот такие холодильники стоят. Я вот сейчас пожалела, что я монетки дома оставлю. У меня есть такая специальная коробка, кстати. Вот я туда монетки складываю и коплю. Вот так. Короче, этот... Сюда монетки кидаете, и он уже... Напиток уже холодный. Блин, моя водичка просто уже тепленькая. Ладно. Карточку можно. Карту тоже принимаете? Ну ладно. Посмотрите, сколько людей вышло. Мне кажется, это с одной кабинки. Все с одной кабинки. Потому что приехала только одна кабинка. Как мы увидели? Ужас. Представляете? Там, вот там. Сейчас же карантин. Ну, как бы, да? Какой там 2 метра. Господи, ужас. И вот эти пары, поты. Поты. Пот. Вдыхать. Короче. Сейчас самое красивое. Так, ну мы сейчас на этом мосту. Вот, где начинается уже первое кафе. С левой стороны там пиво, кофе, прохладительные напитки. Потом чуть выше мы вам покажем. Там такая вот, как бы, типа, тоже смотровой. И там, я не знаю, по-моему, там должно быть, где вы покупаете такие замочки, разноцветные сердечки. И вам там дают ручку, вы подписываете. Вот. Оно все. Какое смешное. В общем, вы все подписываете. Там, люблю-то, вот-то, вот-то, в общем, да, и закрываете все. И этот ключик вы накидываете, я не знаю, куда. Вот. И потом вот этот вот, как бы, такой заборчик. И там, ого, вы увидели, тоже написано Воронеж. Ну, у меня есть маркер, он, правда, такой серебристый. Я не знаю, будет видно или нет, просто, я думаю. Мы же уже печать поставили же, ну, на той горе, помните, когда мы ходили в Вольмедо ездили. Вот. И сейчас мы не будем брать вот эти вот, как бы, замочки, как и все. Да, мы просто напишем здесь. Так, что мы будем писать? Давайте, Коля, снимай, да? Так, как пишется, вот так, по-моему. Типа, такой значок, короче, ну, у меня особенно. Ай, мурашей! Мы, как все. Вот. Это большая. Чтобы вы знали. Ну и что? Клевенько. А теперь надо заверить это все. Вот мы заверили здесь немножко так. Ну, еще заверим, короче, вот так, вот так, вот так. Ну, вот, все. Клевенько? Ну, все, тогда пошлите дальше. Вот, про что я вам говорила. Смотрите, сколько много замочков. Да фига. Даже кто-то остался у чехол. Вообще, да, капец. А чего мне надо было тоже немного чехла в дом. Который я не использовала. Вот тоже принести. Здесь вот первая такая фотозона. Я же вам говорила, что корейцы очень любят фоткаться. Вот, все снимать. Так что, это такая первая фотозона. Ну, красиво, да? Украшено. Необычно. Также подаются вот эти разные сердечки и замочки. Сейчас они нормально реагируют на нашу камеру. Потому что мы уже туристы. Вот и иголки. Поэтому нормально. А так, ну, с другой стороны, уже в другом месте, уже все бы прикрывались. Ну, хотя бы я еще никогда не видела, когда мы снимали, что кто-то там прятался или прикрывался от камеры. Не знаю, может быть, это было в древнем каком-то мире. Вот. Что еще показать? И вот наша башня. Я, блин, вы знаете, клево было бы, если бы туда подняться наверх. Прямо оттуда, вот с этой телевышки, сделать такой обзор. Пошли телевышки. Здесь все такие прям мимимишки, да? Мимимишки, мимимишки. Ребята, мы живем. Вот мы и поднялись на самую высокую вершину. Покидает меня речь. Ну, ладно. Я не знаю, вот сколько вот пока мы поднимались. Смотрела вообще, сколько метров, да? Вот, ну, на сколько метров в высоту мы поднялись. Нигде не было написано. Может быть, там где-то на корейском было, но я не видела. Вот. В общем, чем славится эта Сюльская башня Намсан, которая называется, находится она на горе Намсан. Поэтому у нее такое название. Раньше вот эта сама башня, она вообще, ну, выполняла функцию телепередач, вот этих вот телерадиоволн разных, да? А сейчас она более как уже, ну, как развита, как для туристов. Получается, вот большая смотровая здесь сделана. Разные кафе, вот как раз от Неппи, вот телебашня-кафе, где вы можете также попить кофе, перекусить. Плюс здесь знаменитый магазинчик, который не так уж дорого и сердито. Оливьян, вот этот вот наш знаменитый. Потом здесь есть Старбакс, как Коля сказал, но я еще пока не видела. Что еще? Вот в ночное время можно посмотреть, здесь вообще очень изумительный вид на весь Сюль. Вообще клево, да? Вот. Вот сколько мы сюда поднимаемся, никогда не интересовалась вообще. Я даже не знала, что сама вот эта башня раньше как-то функционировала. Даже не додумалась, да? Ну, вот сейчас немножко как бы решила тоже прочитать и вам тоже рассказать про нее. И сейчас мы немножко вам покажем, да? Тут еще такие, вы знаете, художники сидят, они в принципе тоже очень хорошо рисуют. Ну, блин, на такой жаре сидеть, у меня, не знаю, почти два-два с половиной часа. Вот это тоже как-то морока какая-то. Потом здесь очень много смотровых площадок, получается, с разных сторон, разные ракурсы, и они по-разному украшены. Это тоже клево. Плюс вы можете также расстелить, допустим, какие-нибудь там коврики и посидеть, кушать, перекусить. Люди здесь такие очень смешные, прям без проблем заглядывают в нашу камеру. Такие прям я аж через этот объектив не вижу. Ну что, здесь, кстати, еще есть много таких, мы еще не спускались, но есть как-то типа аллей, мне кажется, это вот куда вот спускаются люди. Ну, там ни разу не было. Вот. Ну что? О, здесь же есть все такая вот как бы арка любви. Она вся в сердечках, все так украшено. В вечернее время она очень хорошо прям светится и горит. Что будем показывать? Туда будем. На смотровую будем? Да. Вообще, на этой смотровой клевые фотки, получается, когда, блин, темно, клевые. Ну, и тогда было, когда в обеденное время, тоже, знаете, мы самые клевые фотки, когда мы первый раз сюда поднялись, все так в огонечках, и такая прям видно, что, блин, какая-то бездна, да? Бауха эти. Все сидят, себя снимают, спускаются. Вот сколько высоты здесь, я даже не знаю, нигде не написано, потому что я вот хотела вам показать, ну, вообще сказать, на какую вершину мы поднялись, ну, что-то не видно. Блин, знаете, вот, хоть мы и устали, ну, не знаю, меня, по крайней мере, так. Ну, так клево на душе вообще, спокойно, классно. Вот внизу там тоже какая-то типа аллея, но она закрыта. Наверное, это раньше, да, когда вот первые эти были? Отсюда, наверное, поднимались люди. Пока мы поднимались, там тоже идет стройка. Видимо, скоро на этой башне будет еще интереснее, потому что идет какая-то стройка прям. Вот. Короче, я что хочу сказать? Много рассказывать не буду, потому что еще будут фотки. Мы так немножко поснимали, да, и вы можете также посмотреть в гугле и так далее. Но, если вы хотите, вы сюда сами приезжайте и посмотрите все это своими глазами. Это просто не передать ни камерой, ни фотографиями, ничем. Потому что здесь лучше все своими глазами увидеть и почувствовать вот эту атмосферу прям. Где ты находишься прям на пике вершины. И вот у тебя весь, посмотрите, вот весь город как на ладони. И ты выше вот этих вот всех зданий, высоток. Это просто клево. Ребят, я хочу что вам вообще рассказать, показать, да? То, что когда мы сюда поднимались в сентябре, еще вообще про этот вирус даже никто и не думал. Здесь народу было вообще мало, это туристы, да, были? А сейчас здесь туристов вообще мало. Сами франкутки. Так много народу. Видите, на террасе сколько много народу. Вот на этой вот смотровой, да? Тоже прям очень много. Там, где большая смотровая самая. Прям народу просто кишает, люди кишают. Это же клево. На самом деле, да, все идет по спаду. Теперь очень прям желаю, чтобы в Казахстане все было по спаду. Вот. Кстати, если кому-то будет интересно, можно ли сюда приходить с детьми? И вообще будет ли интересно? Да, здесь для детей тоже есть разные развикашки. Там вот как типа аттракционов что ли. Ну и с детьми, конечно, лучше, наверное, на фуникулёре, да, в этом подъезд. Потому что ребенок просто не поднимется с вами по лестнице. Вот. А, кстати, что я еще хотела сказать? А, насчет этой обсерватории, вот, чтобы подниматься туда, стоил билет 11 тысяч, да? 11 тысяч вон. Ну, мы как бы посчитали нужным, что сейчас мы не будем туда подниматься. Потому что если было бы это хотя бы вечернее время, можно было бы поснимать и посмотреть на эту красоту. Вот. А на самой крутой вообще вершине и самой крутой красоте мы были вот этот Lotto Power. Это самое большое издание. Это как раз было тоже вечернее время. Да, вообще клево. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА